Ну что ж, дорогие друзья, мы дождались финального матча Кубка закрытия футбольного сезона, в котором встречаются две лучшие команды своих подгрупп. ФК Березино выиграла мини-турнир в Тарутино на стадионе Трудовые резервы, а ФК Червоная из одноименного села было лучше своих соперников на поле села Красное. И сейчас в этом матче решится судьба Кубка закрытия сезона. У нас финальная игра, вышли в финал две команды, команда Березино, команда Червонова. Давайте поболеем за наши команды. Пускай выиграет лучшая и достойнейшая команда. Всем удачи, хорошей игры. Ждем красивой игры. Давайте, пожалуйста. На финал вызвалась судить бригада арбитров из села Ровное. Это футболисты ФК Купаранис. В центре Александра Юрченко, ассистент арбитра Эдуард Влах и Валентин Янак. Нас ждет два тайма по полчаса, в конце которых, надеюсь, мы увидим победителя. С центра начинают березинцы, Александр Желев. Игра стартовала. Никита Калинин, Виктор Олейник, Денис Герасимов, Дмитрий Ариков. Уже в опорной зоне Червоненцев. Пас прошел. Урда бьет угловой. Удар был блокирован защитой Червоненцев. Подавать идет Никита Калинин. Подача. Коварчик наносил удар. Вернее, отбивался. Калинин. Ха-ха, какое голище. Вот это начало у нас. Никита Калинин вроде бы выкручивал мяч в виде подачи. Тем не менее, тот залетает за шиворот вратарю Червоненцев, который не ожидал такого поворота. Валерий Дой же разводит руками. Он не видел, что мяч летит в ворота. Да никто этого не видел. 1-0. Никита Калинин открывает счет в финальном матче. На первой же минуте, в первой же атаке. Покулинка. Анатолий Иванов. Сергей Кощи. Продвигается вперед. В борьбе с ним нарушаются правила. Александр Желев приносит извинения. Иван Коварычек будет подавать. Мягкий наброс. Олейник. Попал в спину своему. Покулинка. Апеллирует к арбитру. Дескать, рука была. Юрченко не видел момента. Так, кому-то из березинцев свело ногу. Ребята оказывают помощь товарищу. Доктор есть? Организатор. Доктора нет. Замена. Вынужден замену в составе березинцев. Поле покидает опытнейший ветеран Виктор Олейник. Сегодня он отличился, забив даже гол в ворота команды Купаранец. Его на поле сменил Артур Желязков. 74 номер. Возраст берет свое. Червонцы на фланге кабинета. ДД. Подача. Первым будет Валентин Янак. Борис Геннадий. Борис Геннадий. Геннадий. Борис Геннадий. Отбились березинцы. Жели вперед на брата. Александр на Михаила Урдю. Опасный момент. Урдя подрабатывает и... Блокирован удар. Дой же берет мяч. Самогон есть? Я сегодня взял. Я мог бы дома сходить, но тут ребятам обещал. Ты на машине? Да, на машине. Я тебя на машине. Хорошо. Аут от Березинцев. Игорь Чекан. Денис Герасимов. Снова заброс на Урдю. Тот головой приправляет во Вратарскую. Валерий Дой же на мяче. Желясков. Выносит мяч в аут. Понадежней. С нападающим Червовинцев Петром Деде. Шутки плохи. Его мяча лишили, но... Виктор Янчев на губогло. Снова Янчев. Юрий Лукьянченко выбивает мяч на угловой. Подача. С лева флага Янчев. Нарушение в атаке. В прыжке был выставлен локоть. Юрченко четко зафиксировал это. Удар. Почти с линии вратарской. Пострадал Дмитрий Ариков. Пришел в себя. Игра возобновилась. Мильчев отбился. Виктор Янчев. В борьбе с Яноком. Сергей Мандажи. Перехват от Виталия Губогла. Березинцы разобрались. Чекан. Желев. Отличный пас на Михаила Урдю. Тот возвращает ему же. Сегодня они прекрасно взаимодействуют. Урдя и Желев. Калинин. Снова Желев. На коротке. Не получается. Янчев. Продавили Янчева. Опаснейший момент. Пыром бил Денис Герасимов. Мяч угодил в правую стойку. Виктор Янчев выносит. Чекан вращает. Губогла перехватывает. До этого было нарушение. Которое зафиксировал. Свисток Александра Юрченко. Давайте, блядь, вставай. Я не могу. Ход, ход, ход. У нас замена. Сергей Мандажи покинул поле. Уступив место ветерану Виталию Ворникову. Лукьянченко. По старой схеме. На угловой. Юрченко, жилья, можно? Александр Жилев получил помощь и возвращается на поле. У нас угловой. Подает Виктор Янчев. Подача. Сыграна рукой. Юрченко зафиксировал. Сергей Стянов будет выносить. Анатолий Иванов не дотягивается к мячу, но вратарь Валерий Дой же успевает. Дорогие друзья, мы наблюдаем с вами первый тайм финального матча Кубка закрытия футбольного сезона 2020 года в Тарутинском районе. Встречается ФК Березино. Березовые футболки, белые трусы. И в желтой форме, а кое-кто и в зеленой, команда ФК Червоная. Эти коллективы стали победителем своих мини-турниров, которые проходили в Тарутино и в Красном. Чтобы пройти финал, березинцы сыграли в ничью в драматическом поединке против команды «Луч Добра» из Тарутино. 2-2. Затем уверенно одолели команду ФК Купоранец, которая, в свою очередь, обыграла Тарутинцев, оставив их за бортом соревнований. В это же время в Красном Червония сыграли в ничью с высочанцами и обыграли команду Красного. Таким образом, сегодня два победителя мини-турниров сошлись в финальном поединке. Пока счет 1-0 в пользу команды ФК Березино. Штрафной в исполнении «Червонинцев». Дмитрий Покуленко был близок к тому, чтобы сравнять счет. Бил зрячее, не очень сильно, но попал точно в Сергея Стоянова. Сергей жестко зафиксировал мяч, не позволил набежавшему Губоглу добавить. Счет не изменился, 1-0 в пользу Березинцев. Но звоночек прозвучал. «Червонинцы» известные кубковые бойцы. В прошлом году они кубок закрытия выиграли. Совершенно неожиданно для многих. В финале одолев, безусловно, фаворитов всего чемпионата ФК Купаранец. И списывать их со счетов сегодня я бы не стал. Команда опытная, в ней есть хорошие исполнители и талантливая молодежь тоже. Анатолий Иванов, один из ветеранов всего торопинского футбола. Бьет за середину Лукьянченко, Желев Андрей. Дмитрий Ариков смещается в центр. Отдает Желеву, тот красиво, пяточкой на Герасимова. Едва не пошел этот пас. Игорь Чекан. Нашел пасом Михаила Урдю. Тот в руки Валерию Идойже. Вынос от Березинцев. Никита Калинин. Хороший пас на Желеву. Тот не пробивает. Мельчев. Блокировочка от Желева. Янчев. Угловой. Угловой. Третью главой подают в этом матче червонинцы. Пока особой опасности после них не было. Подача. Вынос от Арикова. Ангелов на мяче. Петр не смог нанести удар. Это сделал Анатолий Иванов. Делает внушение своему юному партнеру. Разница в возрасте которых почти 25 лет. Вот такой у нас состав. Сергей Кощи надежно играет. Горников на Янчева. Тот разобрался в центре. Неплохо пускал вперед ДД. Пас не прошел. Покулинка. Не обыгрывает Калинина. То же самое делает Калинин. Не обыгрывает Покулинка. Герасимов. Покулинка. Пас на Янчева. Просит нарушение Виктор Янчев. Судья заметил. Но нарушение от Губогла. По отношению к Калинину. Артур Желязков будет вводить мяч. Желев. Иванов. Судья просит вести мяч. Червоненцев. Иванов. Анатолий в направлении Петра Ангелова. Пас не проходит. Лукьянченко рвется вперед. Нет. Это был Желев. Который младший Андрей. На опыте Сергей Кощи даже не стал бороться за этот мяч. Он видел, что мяч уходит. Калинин. Разворачивается в центре. Пас на Юрия Лукьянченко. Пяточка не прошла. Урди хотел сыграть красиво. Но это было неэффективно. Стоянов далеко-далеко. Наполовину соперника. Горников. Неточный пас. Урди. Калинин. Желев. Промахивается. Подача была неплохой. Александр набегал. Пытался замкнуть передачу головой. Едва не вышло. Иванов Нагорникова. Пас. Ариков убрался. Кощи подстраховал. Железка. В грудь. Скидка на Калинина. Обходит Покулинка. И вырезает пас. Пришлось стать на четвереньки, чтобы отбить опять головой Анатолию Иванову. Такие элементы футбола мы нечасто видим. Но Анатолий умеет играть и так. И так, например. Не, на бой. На бой. Небольшой спор. Березинцы считают, что Анатолий Иванов до контакта с мячом головой коснулся его руками. Тем не менее судья дает только угловой. Подает Никита Калинин. Высокая подача. Желев бьет с разворота. Калинин в офсаде. Эдуард Влах зафиксировал четкое положение вне игры. Виктор Янчев комбинирует с Михаилом Мильчевым. Снова Янчев. Желев обокрал их. Движется вперед в штрафную. Но в борьбе нарушает правила. Он прихватил Янчева. Хоть в этом и не согласен. Но мы все видели, прихват был. Такие моменты считаются нарушением правил.